Друзья, всем большой привет! Сегодня я вам расскажу об одном из самых странных и дешёвых пистолетов в истории, а именно OFP-45 Liberator. Это весьма примитивный однозарядный пистолет стоимостью чуть меньше 2 баксов. Зачем американцы его создали, вы узнаете из данного видео. Итак, во время Второй мировой войны Управление стратегических служб, на основе которого в дальнейшем будет создано ЦРУ, пришло к логичному выводу, что необходимо активно помогать отрядам сопротивления в оккупированных японцами территориях. Однако прямые поставки оружия были весьма рискованным занятием, тем более учитывая возможность попадания в руки японцев. В результате было принято решение создать максимально простое, компактное и дешёвое по себестоимости в массовом производстве оружие, с помощью которого у повстанцев появилась бы возможность захватить более весомые трофеи. Притом это оружие должно быть в целом бесполезным для японцев, а учитывая масштабы производства и поставки, найти все сброшенные пистолеты не представлялось бы возможным. К разработке пистолета приступила конструкторская группа под руководством Джорджа Хайда, а проект получил кодовое название Flair Projector Calibre 45, то есть сигнальный пистолет. Заказ на выпуск одного миллиона экземпляров получила компания GuideLamp, являвшаяся подразделением General Motors. Сам пистолет получился предельно простым, если даже не кустарным. Он состоял из штампованного корпуса с рукояткой и ударно-спусковой скобой, затвора, спускового механизма и ствола. В общей сложности было всего 23 детали, кроме ствола практически все детали производились штамповкой. Затвор представлял собой перемещавшуюся вертикально плоскую стальную пластину, при помощи которой вручную запирался канал ствола. Ударно-спусковой механизм состоял из поворотного ударника, а внизу рукоятка имела полость, в которой размещались 10 запасных патронов. Эта полость не была магазином в привычном нам понимании, а была лишь своеобразным патронташем. Предполагалось, что после израсходования боекомплекта пистолет можно было выбросить и далее использовать захваченное у противника нормальное оружие. Однако у конструкторов отсутствовал опыт проектирования стрелкового оружия, что сказалось на ранних экземплярах FP-45. При нажатии на спуск ударник мог повернуться так, что боек не попадал в отверстие затвора. Помимо этого существовало множество других детских болезней пистолета. Но все эти нюансы постепенно дорабатывались, а за лето 1942 года Гайд Лэмб смогла наштамповать около миллиона пистолетов со средним темпом 1 пистолет в 7,5 секунд. После снятия секретности разработки пистолет получил название «Либерейтор» — «Освободитель». Было принято решение частично снабжать им и европейских повстанцев. Формально прицельная дальность пистолета составляла 23 метра, однако в реальности едва достигало 4. При выстреле раздавался сильный грохот, о удобстве использования не могло быть и речи. Пистолет помещался в коробку вместе с 10 патронами, инструкцией комиксом и деревянным стержнем-экстрактором. В инструкции не было ни единого слова, только наглядные картинки, а сами пистолеты сбрасывались в контейнерах с воздуха. Существовали даже модификации под европейский патрон с глушителем и двухзарядный вариант. Впрочем, особых иллюзий насчет этого оружия американцы не питали и прекрасно осознавали, что это скорее психологическая поддержка повстанцу, что ему не придется идти на противника с голыми руками. А весь боекомплект пистолета годился скорее для тренировки перед решающим выстрелом, ибо в реальном бою никто не даст повстанцу спокойно перезарядить этот пистолет. Большая их часть была сброшена над Филиппинами, Индонезией и Китаем. В Европе же роль партизанского оружия взял на себя пистолет-пулемет Стэн, который активно сбрасывался британцами. О эффективности применения либерейтеров данных не сохранилось. Поэтому мнение о том, что этот проект был создан для распила денег, вполне имеет право на жизнь. А вам как кажется.